Аль-Хамдул-Лёхи Раббиля Али-Амин, Аль-Акебату Лимит-Та-Кин, Салату Саламу Али-Расулина Мухаммад, У Али-Алли-Асхаби-хе Аджмаин, Амма-Ба'ат, Ас-Саламу Аалейкум Вархаммуту Аллахи Ва Баракату. Дорогие братья и сестры, начинаем табсир по Кур'ану с площадки Академии Медина, в кайсах у нас наш любимый мастер Хазрат. Сегодня у нас эфир будет недолгим, Поэтому сразу передаём слова Хазрату. О, Аллах, ты прощающий, любишь прощать, и прости же меня. Поэтому пророк Мухаммад сказал в хадисе Кудси, где Аллах говорит, Я таков, как обо мне думает мой раб. И вот как мы думаем об Аллахе? Если человек думает, что Аллах его не простит, значит, что Аллах не простит. Если человек будет думать, что Аллах милостивный, милостивный, простит его, если он просит Аллаха прощения, оставляет греховные и стремится к нему, то он получит прощение Аллаху, Субхану ва Та'але. И ая, где Субхану ва Та'але говорит, Вот эта ая, вокруг этого аята, хотелось бы нам остановиться. Что вы думаете о Господе миров? Как вы думаете об Аллахе? Какой он? Сурата Аль-Фуркан, 25-26-м аяте, Субхану ва Та'але, говорит, Субхану ва Та'але. Субхану ва Та'але. Между ними еще пространство. На сегодняшний день, уважаемые братья и сестры, первые дни об этой конца ученые еще не изучили, а их семьи бесных. И все это уничтожит, закроется облаком. И Аллах Субхану ва Та'але принудительно ангелов своих спустит на землю. Аллах Субхану ва Та'але, говорит, Аллах Субхану ва Та'але, говорит, То есть Аллах Субхану ва Та'але, как великие, как наказывающие. Но однако здесь Аллах Субхану использовал имя Рахмана. Будет судить сегодня день милости. Поэтому мы сейчас с вами, в эти последние 10 ночей, 10 дней, мы с вами, что мы с вами именно надеемся на милость Аллаху Субхану ва Та'але, дабы простил он нам с вами наши грехи. Мы когда каждую сур открываем, начинаем говорить, Бисмилляхи Рахмана, Рахим, с именем Аллаха, милостивого, милосердного. Поэтому Рахмана, Аллах Субхану ва Та'але, никому не позволил, чтобы у него была цифра Рахмана. Если Рахим, описывал пророку Мухаммаду Субхану ва Та'але, то есть он пророку Субхану ва Та'але был поотношительному верующему Рахиму, милосердному, но как Рахмана, только просущий Аллаху Субхану ва Та'але. И он будет судить, Субхану ва Та'але. Давайте теперь вернемся и прочувствуем, как милосердного, Субхану ва Та'але. Рахмана, Субхану ва Та'але, не видел, когда Аллах Субхану ва Та'але уничтожил фараона, фараона. Эту историю ему рассказал Джабриэль, Алиссалям. Но когда фараон, когда раскололась река на две части, и стало это как горы, тогда фараон что сказал? Я уверовал, говорит, что в того Иллаха, в того Господа, в которого верили Бану Исраиль. Муса ва Харун, то есть в одного Аллаха. И я из верующих, из подчиненных. Тогда Аллах Субхану ва Та'але говорит, Сейчас только ты уверовал, сколько тебе приходило знамений. Сколько Аллах Субхану ва Та'але послал знамений. И Блохи, и тогда много, и лягушки. Они просили помощи у мусора. Сейчас только ты уверовал в Та'але. До этого тебе не было знамений достаточно. Поэтому здесь мы берем две файлы. Когда человек увидит Ангела Смерти, уже Аллах Субхану не принимает его покаяния. И также если он увидит, когда Солнце выйдет из Запада, Аллах не принимает его покаяния. Ты до этого был из числа мувсидения. Вот здесь вот и я, и я. То есть предупреждает со мной себя и всех нас, чтобы не быть нам из числа мувсидения. Это что? Это то, кто распространяет нечесть. Есть грешник. Грешит. Это не между ними Аллахом. А мувсидия, который призывает греху. Распространяет грех. Продает харам. Призывает хараму. Делает дару от хараму. То есть призывает блогера. Сейчас некоторые есть там. Какое-то что-то поставили себе на видео и так далее. Аурат открытый. Или призывает хараму и так далее. То есть чтобы вот эти люди сделали. Чтобы не было числа мувсидин. Ты был из числа мувсидинов. И вот эту историю рассказал Джибраил, пророку Мухаммаду, саламу алейхи саламу. И сказал. Я Мухаммад. О Мухаммад. Кунту ахуф мин тейни лбаху. Фа адаа фифами ферраун хауфан мин ан ярханаху Аллах. О Мухаммаду, саламу алейхи саламу. Я брал, говорит, глину из моря. И затыкал эту глину. Когда ферраун говорил. Ла Илья айн Аллах. Затыкал ему рот. Боясь, что его Аллах тоже просит. И проявит к его свою милость. Мусе, алейхи саламу. В его время был один грешник. И Аллах, субхану алейхи саламу, не давал дождь. Была засуха. И тогда он попросил дождь. На что Аллах, субхану алейхи саламу, ответил. С Мусе, алейхи саламу, напрямую Аллах разговаривал и сказал. Я Мусе. он говорит Муса среди вас есть человек из-за него я вам не даю дождь он грешник тогда Муса собрал всех вместе и сказал о такой-то который грешит из-за тебя Аллах не дает нам дождь выйди из джамаата покажись нам и в этот момент он понял что о нем идет речь этот грешник 40 лет не был дожден 40 лет он грешил о мой господь я тебе грешил 40 лет сейчас я у тебя прошу прощения поздравляю вас да у Хазрата пропал звук сейчас я думаю он подключится да Хазрат с нами Хазрат Салам Алейкум Хазрат вы случайно не отключили микрофон? нет да 20 лет попробуйте Хазрат переключитесь пожалуйста выйдите и обратно по ссылке зайдите если у вас еще есть время если вдруг времени нету то проблема и тогда он сказал я о мой господь 40 лет я грешил и сейчас прошу тебя прощения и не встать мне в нелогкое положение не сделай так не упозорь меня и тогда пошел дождь я на что сказал Муса Алейсиану удивился на что Аллах Субхандах сказал я Муса из-за него я вам не давал дождь и из-за него я вам дал дождь тогда Муса Алейсиану сказал покажи мне его чтобы я его увидел я Муса я 40 лет скрывал его грехи когда он грешил а сейчас он попросил прощения неужто я его положу в неловкое положение какое сухару Аллах милость проф Мухаммуд проходил с одним из подвижников видел как она женщина искала своего ребенка то есть после Агаза после битвы находит это приклады груди это не ее второго приклада не его третья приклада не ее потом нашла своего приклада груди это ее ребенок оказался нашел прав Мухаммуд сказал ты думаешь как эта женщина можешь своего ребенка кинуть в вагон если она других детей брала и прижимала как своего ребенка она кинет в вагон Аллах еще более милости к своему рабу чем эта женщина к своему ребенку поэтому уважаем братья и сестры много можно примеров приводить но что я хотел сказать то что Аллах милость Аллах любит прощать Аллах хочет простить вас хочет простить нас сейчас в последней ночи просим Аллах обращения которую обучил обучил проху Мухаммуд саллах айши не смотри на это Аллах если скрыл не открывает Аллах скрыл его даже если ты через 20 лет станешь имамом и попросил Тауба уже 20 лет назад этот человек припомнит тебе в это время что ты такой Аллах не припомнит Аллах скроет и простит поэтому сказали ты хочешь чтобы тебя судили в судный день твои родители или Аллах на что-то Аллах я хочу чтобы Аллах меня судил потому что он более ко мне милостив чем мои родители чем мой отец чем мои мамы Аллах любит и любит прощать но Аллах не любит высокомерных и Аллах не любит притеснительных тиранов этих двоих Аллах не любит поэтому как тех люди которые забирают хак чужих людей забирает их имущество постигать на их имущество, на их честь, на их кровь. Этих людей Аллах не любит. И Аллах не любит высокомерных, которые предают себе высокомерных, которые себя выше ставят, чем другие. Поэтому, Субханаллах, какой бы ты не достигал уровня в обществе, ты проявляй скромность перед этими людьми и перед Аллахом. Тогда Аллах тебя и нас полюбит, в первую очередь я это самому себе говорю. Не пускай это будет, как всем нам еще, Аллах, у нас такое некое наставление через Коран, через хадисы и всем спасибо, пусть Аллах воздаст благам всем, кто с нами был. Аллах и Бариквейкум. До следующего дня. Ассаляму алейкум. Рахматуллах и Баракет.